Здравствуйте, друзья! У нас такая ночная, ну не трансляция, а ночная запись с Кириллом Скобелевым, которого вы знаете. Он у нас был на канале, даже не один раз, пару раз. Значит, у него вопросы накопились. И я хочу сказать, что когда мы последний раз с вами беседовали? Мы последний раз беседовали, наверное, где-то в сентябре. Понял. Значит, вы живете в Москве? Да, я живу в Москве, и я хочу немножко предысторию, наверное, сказать. Да, просто я что хочу сказать, что я помню, что вы тестером работали. Да, да. Это то, на чем мы с вами расстались? Да, именно. История была такая. Год назад я понял, что хочу работать в IT, и как раз таки я знал о канале Михаила Портнова и посмотрел все, что вообще было о тестировании, посмотрел о том, как находить работу, и с июня начал работать тестировщиком. Это была моя первая работа в IT, и более того, первая работа в офисе. И это было для меня безумно интересно. Я не понял, вы что, раньше на свежем музыке работали? Ну, раньше я работал фотографом и работал там на своих проектах. Ну, в общем... Хорошо, понял. Да. Поэтому это было очень классно и интересно. И я об этом всем рассказал и снял к себе видео о том, как я все это сделал. Но в целом все, как вот Михаил говорил, я все так же сделал и нашел работу в Москве. Дальше. Вся эта история длилась до декабря, и я начал понимать, куда я хочу двигаться дальше, поскольку все-таки IT-среда — это не только тестирование, и каждый может найти что-то, может быть, свое, смежное. И мне хотелось немножко больше какого-то взаимодействия с людьми живого. Постойте-ка, образование базовое какое у вас? Да, образование у меня... Я микробиолог. А, не то, что там бизнес-менеджмент. Хорошо, да. Ну, вероятно, просто я как-то привык все время с кем-то общаться, и я понял, что мне это интересно. Я видел, чем занимаются проектные менеджеры, и я понимал, что выстраивание команды и какая-то вот именно организация работы, мне почему-то это было интересно. И я начал как-то развиваться так же, как и в тестировании, только уже сам в проектном управлении. То есть... Постойте, постойте. Развиваться сам — это что, книжки читал? Ну, да. Я начал искать книжки, начал искать информацию, которая вообще есть в интернете об этом. И, ну, на самом деле, довольно скудно. То есть, сложно чего-то такого в русскоязычном интернете найти. И самое интересное, ну, первое, что я начал делать, чтобы вообще понять, что мне нужно делать, я начал ходить по проектным менеджерам и спрашивать, как мне стать проектным менеджером. Я извиняюсь, были люди, которые готовы были поговорить? Ну, конечно, ну, на работе же... А, то есть, не выходя за пределы организации? Ну, да, пошли на обед, я говорю, а как? И в итоге выяснилось то, что ни один из них не имеет никакого профильного образования. И все стали проектными менеджерами по какой-то воле случая. И никто особо, причем, может быть, даже и в IT не работал до этого. Я понял, что, ну, чем же я хуже, и все у меня выйдет. И они меня приободрили, говорят, давай, сейчас все будет хорошо. Ну, они мне посоветовали искать внутри компании и ждать, пока, например, освободится позиция. И меня возьмут на младшего менеджера. Но я как-то... Я понимал, что я хочу дальше двигаться. Я понимал, что мне немножко... Немножко хотелось идти дальше. То есть, главный вопрос. В декабре, в общем, я в итоге уволился с работы тестировщиком. И главный вопрос, который мне все задают. Кирилл, ты разочаровался в тестировании? Или что с тобой произошло? Что тебе не понравилось? Подождите, вы сказали, я уволился. И вот в этот момент вам стали задавать вопрос, почему вы уволились. И это сейчас вас спрашивают. Да, да, да. Это именно тогда и начали задавать вопрос, потому что я снял видео о том, что я уволился и иду на новую работу. И я сделал это в такой манере, ну, немножко, как сказать, ироничной. И я думал, что все меня поймут, что это к лучшему. То есть, я уволился, потому что я дальше иду. А вышло так, что многие подумали, что я в чем-то разочаровался. И главное тут в том, что я изначально не шел работать конкретно, прям, тестировщиком. Мне хотелось работать в целом в IT, и мне нравится в целом, как бы, IT-среда. И тестирование, как известно, это довольно, как удобный и реальный метод входа, если у тебя нет этого. Я вам расскажу смешной случай. Вы вот сейчас напомнили мне. Когда надо было, ну, когда школа начиналась, и не было же еще ни одного студента, и надо было как-то сказать, что это произойдет сейчас. И я написал статью. Вот, Портнов Компьютер Скул началась с расходов 200 долларов. За 200 долларов, значит, у меня взяли объявление в газету русскую и разрешили написать статью. Да. Ну, то есть, как бы, объявление со статьей. Ну, понятно. И статья эта называлась, вот, к вашей ситуации, черный ход в силиконовую долину. Да, да. Я рассказывал, что вот здесь такая профессия, к сожалению, не сохранилась. Я об этом обыскался. Не сохранилась. Но смысл понятный. Ну, хорошее название. Хорошее название. Вы увидели черный ход, да. Не то, чтобы я увидел, Михаил. Я просто вас слушал и сделал все, как вы говорите. Да, хорошо. Я сам ничего не придумал. Вот. Поэтому тут, как бы, все благодаря вам. Плейлист о том, как вообще был путь, вот, в моем тестировании, я внизу в комментариях напишу. Потому что, там, много видео я закрыл, они только в этом плейлисте. Я вам скажу еще одну интересную вещь. Я сегодня как раз утром написал видео, ехал по дороге, потому что накипело, наболело, созрело о том, что очень сложно многим людям быть ведомыми. Вот ему говорят, делай раз, делай два, делай три. Ну, то есть, сказал, ну, сделай вот все, понимаете, вот вы говорите, а я ничего, я только делаю, что сказали. Вы не все эти, как сложно это. Люди не могут, я сам плохой ведомый, вот я сам понимаю, что я, когда мне нужно делать пять шагов, и мне рассказывают, а я уже на первом думаю, так, а может быть сюда, а может быть туда. Понимаете, вот это вот все, начинает балда уже там трещать, и уже думают, где срезать, как проскочить, понимаете. Это большое качество, очень важно, быть в состоянии, пройти по алгоритму, это очень важный качество, не у многих есть, вот просто чтобы вы ценили. Ну, я заметил, что важно сделать первый шаг, вот, шаг делал, дальше пошел, то есть, у тебя как-то начинает все закручиваться, и я сделал, все, что я сделал тогда, год назад, я просто написал свое первое резюме, и повесил его на HeadHunt, и забыл о нем, вот, и через месяц я нашел работу, я больше ничего не делал. Ну, то есть, понятно, что я просмотрел, я подготовился как мог. Хорошо, завидую, завидую, какие условия хорошие. Ну, я понимаю то, что да, в Москве много работы, может быть, так обо всех, везде такого нет. Ладно, в общем, про тестирование, я видео и старое, и наше добавлю, чтобы все могли посмотреть полную историю. Друзья, в любом случае, все реально, если вы хотите, это путь. Я хотел сказать о том, что я не убежал из тестирования, потому что я в нем разочарован, потому что оно мне не нравится, или что-то я такое о нем узнал, Платили что? Ну, платили мне мало, но я даже не думал о деньгах, мне было важно начать работать, и, то есть, ну, мне платили 35 тысяч рублей, там, ну, А, кстати, там была история, я тоже ее рассказывал, о том, что я в один момент открыл свое резюме, и мне на следующий же день позвонили из отдела кадров и сказали, а ты чего резюме открыл, ты хочешь от нас уйти, и до 45 тысяч мне сразу повысили, вот. Ну, то есть, не знаю, они как-то так вот, ну, я понимал, что там большой разницы. Как тяжело жить, слушай, только чего, раз, я уже все знаю. Да, так что такая история платит по-разному, и зависит от компании, зависит от места, но, опять же, мне было неважно, я понимал, что я не получу золотых гор, мне было важно получить первый опыт. Дальше, да, поэтому я не разочаровался, тестирование – это отличная область, в ней можно развиваться, но я понимал, что мне нужно дальше развиваться, как бы, два пути, либо ты становишься более техническим, и что-то начинаешь уже больше в ходе понимать, и дальше его, в конце концов, писать, и это дальше уход в программиста, либо ты начинаешь управлять людьми, ну, грубо говоря, управлять проектами и организовывать. Даже, знаете, мне не нравится слово «управлять», поскольку в IT все-таки нету иерархии очень часто, есть именно организаторская такая деятельность, которая просто помогает, то есть все крутятся вокруг программистов, чтобы программист эффективно писал код, и все у него хорошо выходило, поэтому есть куча менеджеров, которые делают так, чтобы у него все складывалось. И я понял, что мне это очень интересно, потому что я хочу общаться и с какими-то заказчиками, и с программистами, и с дизайнерами, и с аналитиками, и мне все это очень нравилось, я видел, как делают это именно ребята, и, наверное, вы чувствуете, что я болтать люблю, и я думал, что это будет применимо. Я начал разбираться, смотреть какие-то книжки, честно, ничего толкового не нашел, нашел книжку «Как стать проектным менеджером в IT», причем на английском она называется «Как стать продакт-менеджером», и почему-то в России всех продактов называют проектами, и это такая нюанс. Это две разные, немножко разные вещи, «продакт-менеджер» выше, чем «продакт-менеджер». Это следующий уровень. Да. У нас тут так. Ну, в целом так и есть, да. Ну, это на самом деле все нюансы, я понимал, что опять же мне не важно. Я только что не понял, подождите, вы поработали полгода, ну там, полгода тестером, а что вы такое в резюме написали, что вас взяли на испытательный срок к тестеру, проект-менеджеру? Так, во-первых, я должен начать с того, что я не пытался прийти и стать, значит, прям, проект-менеджером. Я когда искал вакансии, я смотрел позиции джуниор, то есть младшие. И они тоже есть, они иногда есть, и самое интересное то, что требования такие же, как к джуниор-тестеру, просто желание главное. То есть, чтобы ты хотел развиваться именно как «проджект», у тебя были там какие-то свободные коммуникативные навыки, ну и, в общем, набор каких-то таких непонятных навыков, которые, собственно, помогают тебе дальше стать и развиваться как «проджект». Английские повсебесного хотят, чтобы был приличный? Или это не всюду? Не, не всюду. Я заметил то, что в Украине и в Белоруссии просят английский, но в России, я так понимаю, много внутренних продуктов на русском языке, и английский не всегда. Но в компанию, понятное дело, что если есть английский, то просто шире выбор. И как раз-таки мне повезло то, что я знаю английский, потому что в компанию, в которую я попал, я не знаю, можно сказать компанию? Это вы и сами думаете. А, компания называется Astrook.ru, это analogbooking.com. Очень хорошее место, друзья. Я всем советую, потому что создатель компании учился в Англии, потом учился в Стэнфорде. Он создал компанию в Силиконовой долине в 20 лет и продал ее за какое-то большое количество денег. И в итоге вернулся в Россию, чтобы строить бизнес здесь. И сейчас у него есть цель, как бы такая глобальное построение большой компании международной. И это очень классно. И это, как сказать, он имеет дух именно той IT-компании, стартапа и так далее, о которых мы читаем в статьях. И это все, что мы видим постоянно в интернете, а в Фейсбуке, Твиттере и так далее, оно вот прям живое, оказывается, есть в Москве. И я не знаю просто, есть ли еще какие-то такие аналоги, потому что эта компания уже довольно большая, там больше 300 человек. И она сейчас очень активно развивается. Очень много вакансий. И подход именно такой, что сейчас ищут именно начинающих ребят, толковых, которые смогут дальше вырасти и занимать ключевые позиции. Поэтому если вы в Москве, обязательно посмотрите вакансии в Стравке. Может быть, вам что-то подойдет. Не обязательно даже они айтишные. Там есть очень много разных смежных. Знаете что? У меня есть знакомый, который работал, ну это не сейчас работал, там 10 лет назад, работал у Касперского. А сам он откуда-то из-под Львова, там, я не знаю. И он сказал мне, вот нас было там 400 человек, говорил он, и москвичей практически не было, все приедут. Вот в Стравке, как с этим? Возможно, возможно и так. Ну, честно сказать, я просто не узнавал, кто откуда, но я знаю то, что ключевые позиции в компании занимают первые, там, стажеры-тестировщики и ребята из колл-центра. К тому вопрос о том, что тебе в тестировании не понравилось. Тестирование – это как бы стадия твоего дальнейшего развития. Вот, в общем, я нашел у них вакансию. Ну, на самом деле, я ходил-то на много разных собеседований, и, опять же, очень важно подготовливаться именно к собеседованиям. Как вы и говорите, то есть мало того, чтобы быть подкованным, нужно развивать себе навык прохождения собеседований и продажи себя самого. Это отдельный совершенно навык от того, что ты умеешь работать. Абсолютно другой навык. И поэтому у Михаила об этом тоже есть очень много. И благодаря видео Михаила я себе поставил мозги правильно. И, собственно, это помогает. И это не значит, что ты кого-то обманываешь, ты просто говоришь по-настоящему, что ты хочешь. В общем, посмотрите, все об интервью у Михаила с горой. Нет, слушайте, вы уже давайте же вашу историю. Я уже жду, что я думаю, где же история. Все, короче говоря, я нашел эту вакансию и пришел на собеседование. Там действительно ничего сверх не требовалось. Что хотелось от меня, чтобы у меня был какой-то опыт тестирования, чтобы у меня был какой-то, как сказала девочка в HR, которая меня вызывала, чтобы у меня был нестандартный подход. Ей понравилось то, что я микробиолог, который работал фотографом, и, может быть, я смогу как-то... Да, поэтому что-то есть, безусловно, в этом что-то есть. И дальше как раз-таки нужен был английский, потому что вся переписка и все-все-все рабочее ведется на английском. И вот, ну да, это единственный нюанс островка, то, что многие не могут попасть в него из-за того, что нет английского. Вот. И, собственно, меня позвали. И это было очень классно, поскольку мне показалось, это вообще отличная возможность дальше развиваться. Постойте, постойте. На интервью позвали или уже на работу позвали? Нет, на интервью-то меня позвали сразу, причем я откликнулся на вакансию, и меня прям сразу сказали, приходи. Стоп, вакансия была какая? Вот, какая была вакансия, на самом деле, у меня даже она осталась, я просто в комментариях к видео отдам, чтобы посмотрели. Честно, там ничего сверх. Название какое позиции? А, название Junior Project Manager. Окей. Junior Project Manager. Нужен больше денег, чем у тестера? Да. Ну, я просто попросил больше. Сколько мне попросят, только и дадут. Видите, друзья, просите больше. Ну, я попросил, попросил я вдвое больше. Ну, мы с тобой чуть-чуть поменьше. Хорошо. Теперь, сколько вы проработали в итоге? В итоге проработал я ровно три месяца, потому что это и был испытательный срок. Что я делал? Постойте, в течение трех месяцев у вас были какие-то встречи с начальником, где он, там, разбор полетов какой-то происходил? Да. Это называется one-to-one, и проходили они каждую неделю. Более того, на самом деле, очень классная сейчас система ОКР-ов, это Objectives and Key Results, которые появляются в Гугле, и по ней мы как-то отмеряем, какой у нас прогресс, и понимаем, к чему мы стремимся. И очень современный, очень классный подход, и я просто в жизни им покажу. Хорошо, хорошо. Вот, и да, поэтому каждую неделю мы встречались и разбирали то, на какой я стадии нахожусь. А они в таком Agile работают, да, или как? Понимаете, это, скорее всего, Data-Driven Development, ну, или как это сказать? Да, есть такое Data-Driven Development. Я просто имел в виду, есть ли у них там стадия за стадией, или там все стадии параллельно, раз в две недели релиз, там, или как это? Нет, там все стадии параллельно. Суть в том, что, кто такие менеджеры? То есть я думал, что Project Manager, это в первую очередь человек, которому дали команду, и вот он, значит, этой командой там рулит, и ставит сроки проектов, и так далее. Но все-таки в чем отличие именно в Островке от этого? То, что есть много разных задач, которые нужно как-то развивать. Какие-то маленькие, не знаю, какие-то маленькие фичи, грубо говоря. Вот просто конкретный пример. Чем занимался я? Есть интеграция с партнерами. Что такое Островок? Так, сразу. Островок – это сервис бронирования отелей. У сервиса бронирования отелей должны быть какие-то партнеры, отели и другие сервисы бронирования, через которые он, собственно, и бронирует отель для вас. И история была такая, то что есть интеграции с партнерами технически, когда, грубо говоря, человек нажимает кнопку, информация отправляется нашему партнеру, наш партнер отправляет ее еще, может быть, одному партнеру, и эта интеграция должна работать хорошо. Иногда, когда вы нажимаете кнопку «забронировать», вы не можете забронировать. И это очень плохо, потому что к нам пришел человек, который уже вбил все данные, нажимает на кнопку «забронировать», у него это не вышло. Я должен был улучшить качество этих интеграций и помогать делать новые, ну, руководить, внедрять новые и так далее. И заниматься всем вокруг этого. И главная моя задача была, именно, уменьшать количество проблем, ошибок, и то, чтобы с большей частотой люди успешно бронировали. То, что мы на этом просто теряли какое-то количество денег. Я здесь. Ну, я понимаю, там на западном рынке есть, а вот на российском рынке вы единственные были, или там еще кто-то есть? Нет, там еще есть ребята, и довольно, ну, в принципе, «Островок» самый крупный. Понял. Ну, потому что «Островок» действительно серьезная компания, и благодаря тому, откуда сел наш, и создать, он привлек очень много изначально денег. Там, на самом деле, было разных, много историй. Когда вы начали рассказывать, откуда он взялся, я-то подумал, что как бы это все не кончилось плохо, потому что, если он пытается делать бизнес так, как делает в Кремниевой долине, то он не сможет договориться со всей этой массой бандитов, с которой нужно договариваться. Поэтому, понимаете, это совсем другой бизнес. То есть, он как-то умудряется и то, и другое делать. Я думаю, что у него везде, у него везде как бы есть партнеры, инвесторы, и он очень не глупый, он уже шишек набил, и были какие-то плохие времена у компании, когда пришлось там многих уволить, еще что-то происходило. Сейчас действительно «Островок» это довольно нормальный. Хорошо. К вашему возвращаюсь. Вот у вас раз в неделю, one-on-one, да? Или там как-нибудь? One-on-one, да. Значит, вы обсуждаете, что происходит. У вас все это время не было ощущения, что вы не соответствуете, не дотягиваете. То есть, у вас просто как получилось, что через три месяца говорят, ты знаешь, что-то не то. А у вас вот все это время не было ощущения, что чего-то не то? Все это время у меня было ощущение, что что-то не то. И все это время я чувствовал, что я не справляюсь. И поначалу, первые месяца полтора, руководитель говорил мне, да нормально, я сам там месяца три именно вот в конкретной этой области разбирался только. Потому что система действительно очень сложная. То есть, обычный человек думает о том, что нажал кнопку, все там забронировалось. Ну, друзья, там просто, вы даже, ну, там настолько сложная, огромная система, и она очень наворочена. Вот. И я очень долго вообще вникал. Для меня это был первый какой-то такой опыт. И да, и были проблемы, я как-то не улавливал то, чего мне нужно делать. И самое главное для меня большая была проблема, вот в чем отличие от работы, например, тестировщиком, работа менеджера. То, что, по сути, менеджер это тот, над кем никого не стоит, и он должен сам свою задачу продвигать как-то. То есть, он должен сам понимать, так, а можно сделать это, можно сделать то. И для меня вот это свободное мышление, мне было немножко сложно понимать, куда двигаться, поскольку все, что у меня было, это отчет, где у меня были проценты того, успешно, не успешно, и какой поставщик, что произошло. И где проблема, где нет. И я вроде вижу, а вроде для меня эти цифры, они ничего не значат. То есть, я очень привык работать с каким-то продуктом и видеть там, вот там кнопка неправильная, надо поменять. Это, конечно, другой уровень. Вы до него просто еще не доросли. Они говорят, ну пусть посмотрим, парень хороший. А дальше говорят, ну, просто, вам, наверное, нужно еще какое-то время, чтобы попасть на этот уровень. Или, проблема еще в том, что вы попали именно в эту компанию, где задача была более, может быть, то, что называется, челленджинг. То есть, может быть, вам бы попроще что-нибудь дали, и вы бы нормально все это проскочили. Ну, подождите, давайте так, вы это делали, прошло три месяца, они говорят, не знаешь, что там, спасибо, там, все свободны. Ну, было немножко не так, на самом деле, через два месяца, там, чуть больше, я понял, что действительно, что-то неправильное происходит. Я сам подошел к руководителю, говорю, может быть, мы будем искать другого человека, но явно проблема. Я как бы стараюсь, но давайте не будем затягивать этот вопрос. Я понимаю, что такие люди просто сейчас не нужны, если я не справляюсь. И он сказал, да ладно, нет, все на самом деле нормально, если бы я в тебя не верил, просто это такой подход у нас, мы всех там, чтобы все выросли и стали мощными. Но в итоге, через там, две недели, когда прошел испытательный срок, все-таки мы расстались, и оказалось, что, ну, не подхожу я. Вот. Я не считаю, что это как-то грустно, плохо и так далее. Я понимаю, что нет ничего хуже, чем не подходить и не оправдать... Нет, делаем следующий шаг, но я только хочу понять, после вот того, что произошло, ваше видение следующего шага, То есть, что вы должны теперь... Какую работу вы ищете? Честно сказать, после этой работы я вообще ничего не боюсь. Вот. Я понимаю, что, серьезно, в островке работает очень, очень много, очень тяжко, и за эти три месяца я буквально ничего другого не успевал делать. Молодец, молодец, хорошо, то есть, школу прошел. Да, и это на самом деле немножко обидно, поскольку я понимаю, что в меня вложили столько времени... Ну, мне сейчас страшно, забрал и ушел, что там. Ну, да. А вы не могли там внутри куда-нибудь еще перейти, я не знаю, там, в тестеры-то там? На самом деле, до меня, кстати, с моей позиции двоих уже уволили, так же. Вот, то есть, ну, действительно, видимо, какая-то позиция... непростая, непростая. Да, и я, честно сказать, что-то не стал даже интересоваться, перейти куда-то, не перейти. то есть, там очень хорошие все, я бы остался, но, честно сказать, короче, я на самом деле чему хотел сказать? Я хотел рассказать о том, чем я занимался, то есть, и то, что очень важное отличие Project Manager, то, что он должен действительно сам понимать, куда дальше развивать продукт. Это очень сложное, и, я не знаю, нужно... Это взрослая, это взрослая задача, это, конечно, для начинающего совсем, это немножко рановато. Нет, давайте мы переключимся на ваш нынешний поиск работы. Вы сейчас чего ищете? Я сейчас, честно, я пошел сразу что-нибудь искать, чего-нибудь такое Project Manager или Product Manager, и я нашел даже позицию, но я что-то не стал пока откликаться, поскольку я решил месяцок немножко подумать, насколько я хочу именно этим заниматься. Я не хочу как бы в этом дальше. Но вы могли бы, знаете что, вы могли бы нам сказать, давай я буду там, скажем, тестирование, которое предметное такое, можно руками пощупать, но опытом какими-то больше, чем просто тестом, лидом каким-нибудь или там кей-менеджером, я не знаю, что-нибудь такое. Да можно попробовать. Я, честно сказать, опять же, самая в чем проблема в том, что когда я хотел стать тестировщиком, мне было страшно. Когда я хотел стать Project Manager, мне было страшно, но сейчас мне ничего не страшно и я так смотрю на все это. Это важно, да. А вы мне написали там, что вам какие-то вопросы теперь мне задают. А, ну на самом деле я их по сути все и осветил. Почему меня уволили? Мне сказали о том, что мне нужно развивать критическое мышление и в принципе это связано именно с видением вот этой задачи и того, что дальше делать. То есть ты должен видеть какие-то непонятные... Да, и кстати, еще очень важный нюанс в том, что SQL абсолютно необходим и поскольку все основано на данных, ты должен вытаскивать данные, поэтому SQL это очень-очень нужная штука. Вы подхватили сикл? Да, и самое интересное то, что когда сталкиваешься с проблемой, гораздо быстрее учишь. Конечно, 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 чем просто в классе сидеть. Почему я ушел из тестирования? Потому что я хотел идти дальше, как я нашел новую работу, абсолютно так же, как я нашел новую работу тестировщиком, это отдельная область и в целом люди не ждут часто даже и какого-то технического бэкграунда. Что я делал? Я занимался интеграциями, улучшал их и в чем отличие? Ну, в общем-то, понятно. И уволили меня вот так. Подождите, значит, то есть, итак, почему вы ушли из тестирования? Потому что перед вами стоял вопрос или идти в более техническую область, или идти больше в project management и так далее. Вы посчитали, что правильнее идти в project management и поэтому вы пошли в project management. Почему у вас не получилось? Потому что конкретно вот эта компания, конкретно вот этот проект, они были достаточно сложными. Вы говорите, до меня там еще были двое и тоже двое не прошли исправительный срок. То есть, они с одной стороны видят человека, они ему доверяют, они говорят, давай. Они как бы вкладываются в него, а дальше не работает, потому что на самом деле задача была очень сложная. специфичная. Очень специфичная, очень сложная и не имея предыдущего опыта работы в project management, было сложно вскочить на эту проблему. Вы говорите, для меня лично, я даже не так сильно переживаю, что это произошло, потому что вот то, что вы говорите, я настолько вырос за эти три месяца, я прошел такую школу, которую я бы за два года не прошел, если я продолжал с роботестером работаю. Поэтому я очень признателен к компании, я с одной стороны может быть сожалею, что это произошло, но с другой стороны это опыт бесценный. И я смотрю на всякий опыт как вот на такой фактор в движении вперед. Поэтому меня не столько вот этот результат волнует, сколько то, что я получил очень много в своем развитии, и я думаю, что следующий проект я уже сделаю лучше. Вот ваш, например, если вы меня заинтересуете. Да. Поэтому в общем-то да, я все, что хотел сказать, это такая короткая история о том, что произошло за год по сути, и что началось с тестирования. В общем-то я по-прежнему рад, что я как-то к этому прикоснулся, и спасибо большое вам, Михаил. Послушайте, а в каком вы таком антураже? Где вы? На чердаке каком-то? Что это за потолок такой? Это дача на самом деле. Я был за городом на даче. Понял, понял. А я в городе, но тоже как на даче. Тут у нас дача. Типа, понял, ну хорошо, хорошо. Ну что же, подождите, так вам лет сколько сейчас еще? А, мне 24. Ой, ну послушайте, это совсем неплохо вам, вам еще есть куда двигаться. я, кстати, да, я тут про увольнение, и у меня с увольнением было много связанных всяких планов, я не хотел же, чтобы меня уволили. Я хотел поехать в школу языковую в Сан-Франциско с вами повидаться, и в общем-то только визу теперь получил, а поехать не выйти, там уже денег не хватает. В следующий раз приеду. Не, ну это может и неплохо, что мне по языковым школам болтаться столько времени зря тебе. Поезжайте в Англию, что вы там? Да, в Англию что-то неинтересно. На Филиппины, сейчас на Филиппинах много языковых школ. У нас на Филиппинах, кстати, офис Островка. Да, хорошо, хорошо. Ну что же, значит, вы, конечно, я, конечно, поражаюсь, знаете, чему, вот такой открытости рынка, здесь у нас все-таки, знаете, у нас project manager, конечно, вы можете вырасти в компании, внутри, это проще, то, что ребята вам советовали, это было проще, конечно, вы бы там гораздо органичнее вписались, но все-таки manager, ну не project manager, вообще manager, product manager особенно, это все-таки люди, которые не просто за что-то отвечают, но обладают некоторые квалификации, и квалификации, это с одной стороны, он в жизни подхватывает что-то, с другой стороны, в общем-то, есть так много очень, ну, можно сказать, престижных, но они потому престижные, что они эффективные, очень, какие-то есть курсы, и тут, и там, и очные, и заочные, там, и онлайновые, там, еще что-то, то есть, там есть некоторая такая база, которую они изучают, если вы на Amazon пойдете, и там, какие-нибудь книжки поищите, по Project Management, вы видите, сколько там этих книжек, по Project Management, может быть, да, стандарты, PMP, PMI, вот это, вот, 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 да, не просто стандарты, это же люди там, сертификацию проходят, да, это очень ценится, у вас рынок более открытый, они говорят, давай, можешь, давай. Ну, опять же, нужны люди, то есть, так же, как везде войти, нужны просто люди, и понятно, и поэтому есть вакансии младших, каких-то, младшие позиции, на которых готовы брать людей, просто горящих, почему, почему, ребята, вашего возраста, которых, казалось бы, в Москве, там, сколько хочешь, которые могут подъехать там из области, могут подъехать из других городов, Российской Федерации, не только Российской Федерации, где они? Почему люди нужны, а их нет? Я не могу сказать, что их нету, но в целом, мне кажется, рынок шире, чем есть людей. Опять же, когда я искал работу, и даже сейчас, я начал смотреть вакансии, ну, полно, полно интересных позиций, это не значит, что тебя, конечно, возьмут там, хоть куда, где москвичи смотрят вакансии? На Headhunter, я уже говорил, хэхэ.ру, ну, прям, хэхэ.ру. Хэхэ, так, и все, вот единственное место. Я считаю, что больше ничем не надо особо никуда лезть, это реально хорошее место, и оно сейчас объединяет, по-моему, все там, которые у нас есть, Carriers, Ру, там, короче, вместе. А, то есть, они как бы интеграторы такие? Ну, они изначально были отдельными, а теперь они, то ли их купил кто-то, то ли там, я забыл, как эту историю, вот, но, действительно, это единственное место, на котором, прям, нужно быть, чтобы найти работу, все остальное, в принципе. То есть, начинающий может пойти, вот сказать, я там книжку читал, видео смотрел, дайте мне работу тестером. Ну, опять же, вы понимаете, что если так сказать, то люди не поймут настрой, вот, дайте, вот, то есть, нужно понимать, что я шел с желанием развиваться в IT, и мне это действительно интересно, и я люблю технологии, я люблю всю вот эту историю, и я делаю все возможное, и я учусь. Если бы у вас образование было не там по микробиологии, а, допустим, по музыке, к вам бы относились точно так же, вот, на рынке, или все-таки то, что у вас естественно-научное образование, это все-таки сказывается? Я, на самом деле, не спрашивал, поскольку, у меня ощущение, что всем, есть высшее образование, все, молодец. Любое. Да, либо оно в предметной области, либо нет. То есть, понятное дело, что микробиология все равно не связана. Но лучше, чем бухгалтерия-то. Я, я честно не знаю, ребята с очень разными профессиями, и все подряд чего заканчивают, и находят работу, и вот я уже еще раз сказал, то, что в итоге там, в том же островке ключевые сейчас позиции, и самые серьезные роли занимают ребята, которые пришли стажерами, тестировщиками, стажерами, тестировщиками, целиком, и в колл-центр работать. То есть, люди, которые были абсолютно открыты к всяким оппортюнити, а дальше, когда они туда попали, у них поперло, и дальше их вынесло куда-то. Да, но все-таки, конечно, опять же, я хочу сказать, что это довольно, как сказать, исключительный случай такой компании в России, я считаю, поскольку это действительно здоровый, здоровая такая бизнес-среда, в итоге, нефтью вы не торгуете? Нет, все прям... Действительно, а зачем тогда? Ну ладно уже. Слушайте, а вот то, что сейчас пишут, что в связи с последними парами событиями резко упал туризм, вот эти все дела, это как-то сказывается на вашем островке? Или вы больше по внутренним линиям? Во-первых, островок растет быстрее, чем что-либо в мире происходит, и во-вторых, просто меняются какие-то, как сказать, меняются какие-то направления, включаются... Просто поскольку островок развивается действительно быстро, он постоянно растет, и более того, он сейчас активно развивается на международном рынке с международным продуктом, который будет по-другому называться, и я просто не знаю, что я могу говорить, или нет? Ну не надо, но они прибыльные хотя бы? Ну вот, опять же, я не знаю, я могу говорить. Не надо. Я просто не знаю. Обычно, когда прибыльные, они кричат об этом. В том-то и дело, что позиция у SEO такая, что кричать о чем-либо, когда уже будет поздно, всем знать. Поэтому, ну, поскольку он уже вырастил компанию, у него нету цели взять и быстрее как-то там пыль в глазах накидать, он очень в этом плане серьезно. А SEO сколько лет? Ой, ему в районе 30, по-моему. Ну, то есть, ненамного вас старше там. Ну, как сказать, да. Ну, чуть-чуть под 30, да. Так что, такая вот история. Я хотел сказать о том, что не бежал я из тестирования, почему-то... Да, я хочу оправдывать, что кто... Я не знаю, просто очень много непонимания, и мне стало, как бы, ну, я стал ответственность чувствовать о том, что я об этом рассказываю, и, может быть, люди решили не идти в итоге тестированием заниматься, из-за того, что я там уволился. Ну, нет, это ступени дальнейшего развития, и это нормально. Я не знаю, вот вы разделяете мое понимание того, что есть две, как бы, два таких пути основных? Так и есть. Меня все время спрашивают, дальше что? Я говорю, дальше, либо ты найдешь себя в техническом, либо ты найдешь себя в административном. Соответственно, значит, вот это... Да, ну, там, в административном ты можешь быть QA менеджер, там, QA лид, QA менеджер, QA директор, а можешь шире уйти, тогда ты будешь project менеджер, ты будешь product менеджер. Я знаю product менеджеров, которые по 300 тысяч получают в Кремниевой долине, поэтому... Да, ну, по наращиванию ответственности в компании, в общем-то, идет развитие тебя административно. И мне так и предлагали. QA менеджер, там, QA лид, нет, QA лид, QA лид, QA head, потом, значит, можно менеджер, и так далее. Ну, хотя, QA head... На самом деле, я знаю о том, что даже менеджеров в тестировании больше ценят, поскольку их почти нет. Их очень мало на рынке. Я общался просто... Мало, и кроме того, это такая специфическая область. Знаешь, ты все-таки должен в технологический этот процесс списаться. Это не то, что такой креатив полный, а все-таки какой-то такой вот, ну, в узком направлении, достаточно узком. То есть, чем хуже направление, тем глубже надо разбираться. Понимаешь? Когда ты в широком направлении, ты можешь так, как бы, генеральную линию соблюдать. Понимаешь? А когда у тебя узкое направление, ты должен закопаться туда. И уже сложно, потому что, если ты закопался в компании Oracle куда-то, это не значит, что ты хорошо будешь в компании PayPal. Это совершенно не значит. Поэтому отношения другие, структура другая. Тут хинди выучил, теперь надо на русский переходить. Сложно? Да. Ну, такая же, как у нас специфичность в Островке была. Хорошо. Ладно. Ну, что же, спасибо. У вас там утречка, небось, столица-то? Да, у нас сейчас 8-10. Утречка. Я обязательно добавлю всю историю, я могу добавить вакансию, если кому-то интересно, пишите мне вконтакте, я обязательно вам отвечу на какие-то вопросы, но я уже старался все рассказать. Вы мне в скайпе сбросите ваш этот плейлист, или что там у вас есть, в скайпе, а я вот видео прямо вставлю. Договорились. Все, ладненько, счастливо тогда, и до новых встреч. Я чувствую, что у вас там еще много интересного будет впереди. Счастливо.